Новые детские площадки и места для парковок, социальные объекты и качественное теплоснабжение – то, чего жители любого поселения ждут от его руководства. Немало в этом направлении сделано в Медвежье-Озерском. О работе за 2017 год перед местным советом депутатов отчитался глава муниципалитета Владимир Канахин. Доходы и расходы поселения составили порядка 130 миллионов рублей, почти на 10 процентов превысив бюджет предыдущего года. Большой объем средств был направлен по программе модернизации бывших военных городков, завершены замены коммуникаций и ремонт котельной. Полностью поменены теплотрассы. Представьте, что теплотрассы лежали в земле больше 40 лет. Полностью перекрыли асфальтные покрытия. В новом городке кругом уложен новый асфальт. Пешеходные тротуары полностью новые установлены. Сделаны две современных игровые площадки с современным покрытием резинового освещения. Более 850 квадратных метров тротуаров и пешеходных дорожек была создана в поселении за 2017 год. Все это вещи совершенно необходимые, но также нужно благоустройство, которое будет просто радовать глаз. Именно таким украшением поселения стала новая аллея молодоженов, где влюбленные могут повесить замочек и запечатлеть лучший момент своей жизни. Продолжится работа в поселке Новый Городук и в 2018 году в этот раз более 17 миллионов рублей будет направлено на замену освещения. Завершающий этап в этом году – это освещение. Выделено на эту программу 17 миллионов и в течение летнего сезона эти работы будут проведены. В новом городке будем менять не только фонари, там будут стоять современные металлические опоры, современные светильники, которые имеют экономию дальше по счетчику. Полностью будет проведено новое освещение детского садика в Новом Городке и депрессионного центра. Развивается и социальная инфраструктура как бывшего военного городка, так и всего поселения. В 2017-м открылся детский садик на 140 мест. Стартовало строительство второго корпуса Медвежьиозерской школы. В данный момент здесь идут монолитные работы на уровне фундамента. Школа действительно Медвежьим озерам нужна. И не случайно из программы строительства школы, так называемая ликвидация второй смены, здесь это первый объект из десяти, которые мы начали строить. В конце этого года планируют завершить проектные работы для строительства еще одной школы на 550 мест в новом городке, которая должна окончательно решить проблему обучения во вторую смену в поселении. Я хочу отдельно сказать спасибо вашим общественникам, которые не дают расслабиться администрации и депутатам, и в то же время становятся стеной в месте, когда нужно что-то отстоять. Мы это увидели. Увидели на сайте депутатов, когда принимали план сельского поселения Медвежьо-Озерская. Порядка 60 миллионов рублей за прошедший год в поселении было направлено на развитие культуры и спорта. В спортивной сфере среди сельских поселений Московской области Медвежьо-Озерская занимает первое место. В целом в общерайонном рейтинге муниципалитет находится на второй позиции, уступает только городу Щелково. Совет депутатов единогласно утвердил отчет главы, отметив качество проделанной работы. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания, Щелково.